В Могилёве проходит митинг кандидатов президента Беларуси Светланы Тихановской. Меня зовут Фарида Курбангалеева, здравствуйте. На предвыборной акции Тихановской в Могилёве собрались несколько тысяч человек. Они держат плакаты «Молодец» и «Верим, можем, победим». Несколько раз во время всей предвыборной кампании, первой части, сейчас я была в одном шаге от того, чтобы сдаться. Было крайне тяжело, я человек абсолютно не публичный, столкнулся вот с этим всем, с этой подлостью, которую могут совершить власти. И только вера в то, что в этом году вы, люди, объединились, вы почувствовали себя народом, вы почувствовали себя нацией, где давала мне силы. Света! 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 Кандидат в президенты появилась на сцене вместе с другими представительницами объединенного штаба оппозиции Вероникой Цепкало и Марии Колесниковой. Напомню, Тихановскую поддерживают штабы политиков, которых власти не допустили до участия в выборах Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Политик снова озвучила свои главные требования – освобождение политических и экономических заключенных, а также проведение повторных выборов после 9 августа. Поэтому она призвала избирателей обязательно прийти на участки и проголосовать. До этого Тихановская провела митинг в городе Орша, а сразу после Могилева отправится в Бобруйск. Конечно, хотелось бы уже власть поменять. Одного человека, которому 26 лет власть, это, ну, я считаю, что это не только я считаю, но и мои очень большие знакомые, только большинство людей боятся это говорить в открытом. Это ненормально, когда один человек 26 лет управляет страной в центре Европы. Мы пришли в себя, мы поняли, что это должно измениться. И на этих выборах, я верю, мы можем что-то с этим сделать. В Хабаровске завершилась 15-я по счету акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Ее называют крупнейшей в истории города. Утром в шествии по центральным улицам приняли участие десятки тысяч человек. Мы вышли сами по своей воле, мы так хотим, это наше желание. Это очень здорово, что хабаровчане так сплотились. Мы не хотим ничего радикального, мы просто хотим, чтобы нас услышали. Те, кто должны сидеть в Лефортово, они на свободе, за границей, в офшорах и везде. А кто должен действительно править народом, к сожалению, наша жизнь несправедливая. Поэтому мы вышли и боремся за правду. Вечером состоялся митинг на площади перед краевой администрацией. Он собрал несколько тысяч участников. Их главные требования отправить в отставку, назначенного Кремлем руководителя региона Михаила Дегтярева, а также справедливое и открытое разбирательство по делу экс-губернатора Фургала. Его, напомню, арестовали по обвинению в организации убийств и покушений на бизнесменов в начале нулевых годов. Жители Хабаровского края считают его преследование политическим. Сейчас просто об нас вытирают ноги. Наш выбор забрали и пытаются навязать нам свою игру. Но мы с ней просто-напросто не согласны. Мы хотели бы добиться освобождения нашего губернатора, поскольку мы считаем, что его задержали наверняка нелегально. И это задержание было спровоцировано попыткой высших властей убрать его с такого поста в Хабаровском крае для каких-то своих целей. Не во благо нашего края. Между тем, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края по-прежнему отказывается общаться с протестующими. На время сегодняшних протестов Михаил Дегтярев обещал уехать из города, чтобы, по его словам, пообщаться с людьми в глубинке. Он также выразил мнение, что протесты организованы иностранцами. Дегтярев записал обращение в Инстаграме, где раскритиковал использование на Дальнем Востоке американского газа, а также напомнил о своей идее запретить доллар. Сегодня мы топим ведь дальневосточную генерирующую компанию чем? Американским газом, можете себе представить. И до 2025 года законтрактованы. И цена для потребителя рассчитывается исходя из чего? Из американского доллара. Помните, я предлагал запретить доллары? Многие смеялись, улыбались. Ну, начнем от долларов в контрактах хотя бы избавляться в Хабаровском крае к 2025 году. Акции солидарности с Хабаровском прошли сегодня во многих городах Сибири и Дальнего Востока, в том числе в Южно-Сахалинске, Якутске и Чите. Я поддерживаю хабаровчан в их стремлении отстоять своего губернатора. Мы тоже хотим их поддержать, чтобы они с этой, так сказать, позиции не сходили. А мы пока берем с них пример. Несколько сотен человек вышли на центральную площадь Владивостока. При этом власти практически полностью заняли ее палатками и автофургонами, с которых велась продажа овощей. Митингующие держали плакаты «Хабаровск, мы с тобой» и «Хабаровск, город-герой». После митинга они прошли по главной улице. Многие проезжавшие мимо автомобиля сигналили в знак поддержки. Тем временем сотрудники хабаровской полиции пришли этим утром к правозащитникам организации «Открытая Россия», которые прилетели на акцию протеста из Москвы и разместились в гостинице. Силовики потребовали, чтобы члены движения на две недели ушли на самоизоляцию из-за того, что они якобы находились в контакте с лицом больным ковид. По данным «Открытой России», постановление о карантине вынесло лично главный санитарный врач Хабаровского края. На изоляцию пытались отправить и политолога Александра Кынева, который также прилетел из Москвы. Однако полицейские не смогли этого сделать из-за ошибки в документах. За сутки в мире установлен очередной рекорд по числу заболевших коронавирусом – 284 тысячи случаев заболевания. Общее количество заразившихся превысило 15 миллионов 700 тысяч человек. Почти 640 тысяч скончались. Резкое увеличение случаев ковид зафиксировано в Украине. За сутки диагноз подтвержден у 1106 человек. Общее число заболевших – почти 64 тысячи. В этой связи Австрия с понедельника полностью запретила въезд из Украины. В черный список попали также Россия и Беларусь. Тем временем российские медики зарегистрировали за сутки 5871 случаи заражения. Общее число больных приблизилось к цифре 807 тысяч. В Кыргызстане 30 июля будет объявлен днем национального траура по жертвам коронавируса. Общее число выявленных там случаев заболевания превысило 32 тысячи. Это вся информация к этому часу. До встречи.